Баски Тату Всем привет! С вами Баски и этим видео я открываю рубрику ответы на ваши вопросы. Для меня было огромным удивлением узнать то, что многие из вас так сильно хотели узнать про мои татуировки. У меня их, можно сказать, нормальное такое количество, но каждая из них несет определенный смысл или свою маленькую историю. Не думаю, что стоит рассказывать сразу про все в одном выпуске. Сначала я расскажу вам об одном, а потом, если вам понравится, пишите обязательно в комментариях, и я буду продолжать. Итак, моя левая рука. И что за говеные цветочки там у вас набиты? Что нельзя было нормально набить медведя, чьи орла? А чтобы вот так вот было разорвано, а тут до леса? Ну что, пришло время пояснить вам за мои эти самые говеные цветочки, которые некоторые так их называют. На самом деле здесь у меня сделаны орхидеи, есть у меня еще змеечка, есть у меня еще загадочные символы. Сейчас я об этом все расскажу вам подробнее. Расскажу вам предысторию. Представьте себе, мне 17 лет. Я уже почти закончила школу, пришло время думать, с кем я стану, когда я вырасту. Естественно, как нормальный подросток я вообще не понимала, куда мне идти, и в наше время нужно было вообще обязательно иметь эту корочку, поэтому, конечно, я уже наметила себе пару институтов. Но в то время я уже вовсю колола пирсинг и плела афрокосички. У меня уже была огромная стабильная клиентская база. Если я вам расскажу, как я колола пирсинг, не надо вам этого знать, но неважно. Колола я хорошо, и отзывы были классные. В общем, я решила пойти работать в салон красоты, но даже в салон красоты без курочки не пускали, поэтому я нашла какой-то тату колледж Биотек, там было обучение пирсингу, и я закончила этот классический пирсинг за три часа просто ради того, чтобы у меня была бумажка, и меня взяли в салон. К тому времени у меня уже у самой было три татуировки, и, как вы знаете, мне очень сильно повезло с мамой. И когда она увидела, что я закончила пирсинг, я заработала на это обучение сама, она поняла, что это то, что очень сильно откликается. И она на мое 17-летие подарила мне обучение в тату-колледже именно на татуировщика. И вот, пожалуйста, у меня даже сохранился диплом 2004 года, что я специалист по художественной дермопигментации. Хочу сразу рассеять все иллюзии, потому что стоила эта бумажечка очень дорого. За 8 занятий меня 5 занятий учили паять, поэтому паяю я как боженька. Остальные занятия мне дали человека, дали какую-то просто говенную, такую вялую, роторную тату-машинку фирмы Биотек, единичку и троечку. И сказали, если быстро ведешь, будет контур, если медленно поведешь, будет закрас. И мастер ушел курить. И, соответственно, та тату-модель, которая попала ко мне, попала. Привет, чувак, если у тебя все хорошо, я надеюсь. В общем, он мне подсказывал, как там, что делать. Я вам сейчас это все рассказываю, собой просто бурашки по коже от того, ну, почему это было именно так. Но неважно. В общем, вышла я из этого тату-колледжа с корочкой, которой можно спокойно подтереться, и встал вопрос, что же делать дальше. Я продала велик, свой BMX. На эти деньги я купила свою первую тату-машинку. На оставшиеся гроши, хрен знает как. Так, какой-то купила компьютерный блок, по форуму собрала какой-то вот этот вот начальный блок питания. Вообще, не знаю, как это все работало, но оно работало. В общем, я его слепила из того, что было. И что мне делать с этим дальше? А хрен знает что. Потому что ни друзей татуировщиков у меня в помине не было, у меня даже не было друзей с татуировками. У меня вообще друзей-то не особо не было. Поэтому вариант был один. Смотреть за мастерами, как они работают, и читать на форуме. Я сбегала целый год из дома. Привет, мама. Ты об этом не знаешь, но пусть сейчас об этом узнаешь. В общем, я сбегала ночью из дома. Сидела в интернет-кафе, копалась на форумах, распечатывала какие-то на английском языке переговоры тату-мастеров. Пыталась их перевести на тот момент, как получалось. В общем, все, что я могла выжать из форума, я это все сделала. Пришло время наблюдать за мастерами. А как? Я решила сделать татуировку на руке, на самом видном месте, чтобы я могла наблюдать за мастером, как он работает, чтобы я могла видеть, какими иглами, как он шевелит рукой и так далее. Выбор пал на орхидею. В Китае его часто используют как талисман от бессилия. А еще его часто считают городским цветком. Так как я всегда считала, что я дитя городских джунглей, и самое главное развлечение в детстве – это кататься одной в метро, ну, выбор был очевиден. Плюс, это было мне напоминание о том, что, несмотря ни на что, я никогда не должна сдаваться. В общем, я записалась к мастеру, и мы сделали реалистичный цветок орхидеи по фотографии. Мастера зовут Паштет. Ну, а если ты смотришь, я очень сильно его люблю и уважаю, потому что я могла часами наблюдать, как он возюкает аккуратненько, седьмым магнумом напыляет мне эти тенюшечки, полутенюшечки. Я могла просто вблизи рассмотреть все технические особенности его работы. Плюс, он отвечал на мои вопросы. Боже, это было так ценно, вы бы знали. Короче, это было вообще круто, потому что большинство мастеров смотрели на меня как на говно, и задавать какие-то вопросы было вообще нереально. Тем более, такой толстенькой, стеснительной девочке, как я тогда. В общем, на одном цветочке дело не остановилось. Я сделала второй розовый, потом вот этот фиолетовый. В общей сложности вся татуировка заняла очень много времени. Это были огромные перерывы между сеансами, потому что мне нужно было накопить денежку на новый сеанс. Плюс, в то время мастера работали очень-очень медленно. Наверное, на всю татуировку ушло, может быть, часов 16-18. По нынешним меркам это нереально медленно. Но на самом деле, я очень рада, что это было так медленно, потому что я могла наблюдать, во-первых, за крутейшим паштетом, во-вторых, подслушивать, простите, ребята из Тату-3000 в те времена, потому что я подслушивала разговоры и обсуждения того, как ребята рисуют, какую философию они вкладывают вообще в татуировку, про то, что это ответственность, и вообще очень-очень много крутых скиллов, которые мне пригодились по жизни. Конечно, с того времени я уже сделала небольшую коррекцию этой татуировки. Хотя могу сказать, что практически сразу, может быть, года через два, мы тот самый реалистичный цветок законтурили черным контуром, ну вот вы видите, и мы добавили более контрастные цвета, потому что тату-культура росла, осознание о татуировке росло, и мастера начали понимать, что такой вяленький реализм никогда не выдержит время на такой оливковой коже, как у меня, то есть я сейчас не загорела, это мой природный цвет. И вот совсем недавно я добавила вот такую маленькую змейку, она служит мне напоминанием просто о некоторых людях, да, я очень люблю верить в сказки, и в то, что все люди классные, хорошие, никогда не обманывают. Ну, а тут как бы змеечка, она немножечко мне напоминает о том, что люди разные, и надо принимать действительность, то, что надо быть иногда нычекой. Плюс мне очень нравится, как она торчит из-под ремня часов, а так как я фанат часов, и, в общем-то, всегда в часах, такая она интересненькая. Еще на этой руке у меня есть бесконечный узел, вот он. Большинство фэн-шуй магазинчиков и тому подобное, все пишут, что это узел красоты, здоровья и богатства, в общем, пусть так думают, я не против, пусть так. Какая настроительность? На самом деле, я его сделала, как символ бесконечного интеллектуального познания. Сейчас будет сложно, если как-то тяжело воспринимать информацию, бегите, у вас есть шанс. Я его сделала, как символ бесконечного интеллектуального познания. А также он олицетворяет полное обретение неизмеримых достоинств и пяти видов изначальной мудрости. Это уже сложный вариант, если что, загуглите. На этом я закончу. Если вам было интересно, ставьте лайки и комментируйте. И не забудьте подписаться, чтобы не пропустить новые видео. Муа!